Если беременность от изнасилования, а ребенок не нужен, то какой сделать выбор? В детском доме ребенок мучиться будет, а иное – грех. Это ужасная ситуация, великая трагедия. Во-первых, женщина была изнасилована, это само по себе ужасно, плюс она забеременела, это еще удар. Тут можно только посочувствовать и соболезновать, это ужасная трагедия. Но у Вас на самом деле нет никакого выбора. Вы спрашиваете, какой сделать выбор, а у Вас его нет. Выбор между убить ребенка и родить ребенка – это не выбор, это вообще ни о чем. Однозначно нужно рожать, ни о каком убийстве вообще речи быть не может. И то, что он не нужен. Да, понятно, что сейчас он не нужен. Но если Вы преодолеете в себе эту боль, ребенка сохраните, родите. Пройдет сколько-то лет, Вы потом с ужасом будете вспоминать свое состояние души, что Вы хотели этого ребенка убить или хотели его отдать в детдом. Потому что Вы его на самом деле полюбите, и, может быть, Господь Вам даст такого малыша золотого, что Вы на него не нарадуетесь. Что он такой и Вас будет любить, и, может быть, будет вообще положительный во всех отношениях. И в хороших, нормальных, полноценных семьях, от хороших браков, может быть, дети такие замечательные даже не родятся, как, может быть, Господь Вам даст ребенка. Поэтому у Вас нет никакого выбора. Вам нужно сохранить ребеночка, родить его и научиться его любить. И я думаю, что это обязательно получится, вопреки всему. В общем, это крест. Помогай Господь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...